Проводили в последний путь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Похоронили в его родном селе в Дагестане. Он скончался накануне от осложнений, вызванных коронавирусом. Подробнее Анастасия Лиходедова. В кортеже только самый близкий Абдулманапа Нурмагомедова. В аэропорт Махачкалы вот-вот должны доставить тело знаменитого тренера. Очень большая потеря. Можно сказать, оторвали правую руку. Спецборд из Москвы приземлился в 21.30. Из аэропорта гроб с телом Абдулманапа повезли в его родное село Кироваул. По мусульманским традициям умершего нужно похоронить до заката. Родственники просили людей не приезжать на похороны из-за непростой эпидемиологической обстановки. Но знаменитого тренера знали лично сотни человек. И они не могли не проводить его в последний путь. Для меня были важны его советы, что мне пригодится в бою. И это были бесценные советы, самые нужные. Он всегда мог определить, что нужно делать в этом бою. И я всегда старался, чтобы он был у меня в углу. Абдулманап Нурмагомедов всю жизнь старался быть полезным людям. Он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и попал в книгу рекордов Гиннеса. Один из самых жестких и требовательных наставников. Не терпел пренебрежения к спорту. Но при этом всегда понимал и уважал своих бойцов. Прибавляем, прибавляем, прибавляем скорости. Поднимайся. Обманывает, обманывает половина. Половина обманывает. Работаем. В 80-й, чтобы заниматься любимым делом и поддержать детей, Нурмагомедов старший продал все свое хозяйство, коров, быков и обустроил спортивный зал. Сейчас их уже четыре. И это настоящий спортивный центр. За год через него проходят больше тысячи бойцов. Абдулманаб мог за три дня понять, есть ли у спортсмена будущее. В ноябре прошлого года заслуженный тренер России стал гостем нашей программы «Ой, мамочки». У меня очень много знакомых, очень много друзей, очень много детей прошло через мои залы. Представьте, человек привел ко мне пацана, мальчика, 6 или 8 лет, и он у меня лет 15 занимался. Но все же главное его достижение – сын Хабиб, чемпион UFC. Абдулманаб лепил из него чемпиона как раз в том самом неустроенном зале. Он же и дал Хабибу ориентир в жизни и научил, каким должен быть настоящий спортсмен. Отец тренер и настоящий человек, который никогда не знал дурных привычек. Я не знаю, какого курса спиртной. Мне скоро будет 60. Вы ни разу не пробовали спиртной? Ни разу. Ни разу. И не курил, и не пил. А еще был настоящим джентльменом. Женщине надо всегда уважительно. Ну давайте возьмем 4 позиции. Женщина, она чья-то дочь, чья-то сестра, чья-то жена, чья-то мать. Заслуженный тренер России умер на 58-м году жизни. В начале мая стало известно, что у него коронавирус. После безуспешного лечения в Махачкале тренера привезли в Москву. Ковид вылечили, а вот сердце и мозг не справились. Владимир Путин, узнав о смерти легенды, позвонил Хабибу и выразил соболезнование.